Программу первенства России по фехтованию среди юниоров в Сочи завершали командные соревнования. За выход в финал у парней боролись сборные Москвы и Саратовской области и команды из Санкт-Петербурга и Новосибирского региона. В первом полуфинале столица уверенно одержала победу со счетом 45-22, а исход второй встречи решил один удар. 45-й остался за Новосибирском. В поединке за первое место москвичи также с отрывом в 21 удар оказались сильнее. Для Андрея Гладкова это золото стало уже вторым на первенстве России 2017 года. Каждая медаль определяет разные ощущения. Лично, конечно же, приятно, но в команде с моими ребятами выигрывать тоже очень приятно. Женская сборная Москвы также считалась одним из главных претендентов на золото. В ее составе выступает лидер мирового рейтинга Светлана Шевелева. Она не совсем удачно отфехтовала в личном первенстве, поэтому на командные соревнования пришлось настраиваться заново. Очень тяжело, потому что я последние несколько лет плохо выступаю именно на этих соревнованиях на России. Каждый раз не сдается, и потом тяжело настраиваться на командные соревнования, но это другие соревнования. И тут я не за себя только фехтую, а за еще трех девочек, поэтому приходится как-то себя заставлять. Интересно также то, что Шевелева фехтовала в одной команде с Евгением Подпасковой, которой она уступила в день личных соревнований. Однако это не помешало московской сборной подняться на верхнюю ступень пьедестала. Мы не ругались, отдохнули только немного друг от друга и снова вместе, командой. Была тишина полностью, просто идеальная тишина. Мы живем втроем, но никто ни с ним не разговаривал. Серебро завоевала сборная Новосибирска, а бронза досталась Санкт-Петербургу. Сочинский турнир 2017 года среди юниоров заканчивается, но совсем скоро уже начнется кадетское первенство России в городе Курск. Продолжение следует...